Пользователи социальной сети ВКонтакте Знают, что я почти год работал над армянским календарем мировой истории И для сбора данных мне днями и ночами приходилось штудировать энциклопедии и справочники всего мира на разных языках Для сбора данных истории армянских колоний в разных странах мира И вот однажды, когда я вошел на арабские сайты, увидел статью на арабском языке под названием Армяне претендуют на Рас-Аль-Хайму Для тех, кто не знает, Рас-Аль-Хайма это город в одноименном административном центре Объединенных Арабских Эмиратов И один из центров мирового туризма Так вот, начал я читать статью Меня удивило, что арабы, бережно относящиеся к своему прошлому И исторически имеющие хорошее отношение и контакты с армянами Могут такое писать Хотя, знаете, во время чтения пахло некой бакинской логикой Начиная от самого заголовка, кончая содержанием Но я выдержал время и дочитал А поскольку я привык читать от корки до корки То дочитал статью до самого конца То есть до имени самого автора А вот уже в конце не удивился Был то ли Ахмед Мамедов, то ли Мамед Ахмедов Что-то в этом роде Ну, короче говоря, фамилия и имя азербайджанские Когда я подумал, ну вот, и до арабов добрались Азербайджанец написал статью на арабском Конечно же, с определенной целью Дабы стравить их на армян И показать, мол, смотрите, мы же вам говорили Что Карабах это азербайджанская территория Армяне отрицают Вот, мол, армяне теперь говорят Что Рас-Аль-Хайму основали армяне С претензией на то, что в будущем они скажут Что Рас-Аль-Хайма это армянская территория Мол, дайте сейчас отпор А то потом армяне станут претендовать еще и на Рас-Аль-Хайму Как претендует нынче на Карабах Что-то в этом роде Ну, вы понимаете, что Аз-Агитпроп не меняется Логика чванная и расхлебанная И узнать почерк Аз-Агитпропа несложно Тем не менее, меня не удивили комментарии самих арабов под статьей Где каждый второй писал, что хорошо относится к армянам А каждый третий и без Азерарупора знал, что Рас-Аль-Хайму основали армяне Я даже не знаю, что больше бакинской антиармянской пропагандой движет А порочить армян или зависть тому, что собственные азербайджанские легендарные предки ничего хорошего не оставили И города они построили И не только по миру, но и в самой Азербайджанской республике А может и то, и другое, кто его знает Что ж, раз в Баку не доверяют армянам и миру с его историей мировой цивилизации То может довериться самому эмиру Шарджи, его святейшеству, бин Мухаммеду Аль-Касими Азербайджанской республики Соответственно, люди которые display些 бакинской расслабеками А Sheryl-Касhiri agora До этого места А Азербайджанской республики Абди в Бифар-Фары Абди в Бар-Фары Абди в Барфары Абди в США Аллах Марин провол jeżeli с эта Aqua there's store Абди the Merk twы Думаю, у бакинского агитпропа не хватит наглости оспорить историю региона с самим правителем региона. Ну а если хватит, то Кащенко никто не отменял. А если Кащенко далековато будет, то масштага всегда, как говорится, рядом. К тому же куча справочников и турфирм, когда рассказывают о Рас-Аль-Хайме, то упоминают историю города и его основателях. И они тоже, сайты и справочники, не имеют отношения к армянам и вообще к Армении. Вполне независимые. Просто более грамотные, чем их коллеги в Азербайджане. Итак, думаю, вопрос о Рас-Аль-Хайме закрыт раз и навсегда. Ответ был получен сполна и он на высшем уровне был дан. Вообще, скажу вам, армяне действительно как кость, застрявшая в горле лохматого Мухтара, хвостатого лохматого Мухтара. А коли так, то приглашаю наших соседей на урок географии. Мы-то с ней сами давно дружим и называем географию как раз-таки по-армянски. А соседи подружились с ней не так давно, поэтому и называют ее арабским словом география. Поэтому, с одной стороны, простительно, что с географией у них все сложно, особенно когда речь идет об армянской географии в прямом смысле этого слова. Ну, что тут поделаешь, как есть. Итак, армянская география и начнем мы с Евразии. Давным-давно, когда некие многочисленные туркменские племена разбивали свои шатры по Персии и за Кавказью, и не знали ни грамоты, ни строений, ни очага, а костер в чистом поле служил им печкой, армяне писали книги, занимались навигацией и торговали по всему миру. Их имя тесно связано с английским капитаном Кидом, а пристанью служили самые товароносные регионы Евразии, от Персидского залива до Южно-Китайского моря, от берегов Исландии до Филиппин. И заполнилась земля уголками, названными в честь Армении и именами армян. И большая часть земли онной в Евразии. В индийском Бомбее, Хайдарабаде, Бангалуре, Мадрасе, Калькутте имеются десятки армянских объектов, носящих имя страны и их созидателей. К примеру, в Калькутте одна из пристаней Ганга, старейшая пристань, носит название Армениан Гат. Отсюда некогда выходили в открытый океан торговые суда армянских знатных купцов. А семьи их дожидались, жили на Армениан Стрит, который и по сей день носит это же название и напоминает жителям Калькутты о его прежних обитателях. Армениан Стрит начиналась от армянской пристани и заканчивалась в сердце Калькутты, районе Пангара. Здесь же до наших дней сохранилась церковь армянская, институт, библиотека, спортивные сооружения, построенные на деньги армянских купцов. Выходя в открытый океан, армяне осваивали новые горизонты, оставляя примечательный след в различных уголках Евразии. К примеру, на острове Пинанг в Малайзии первые биржи были основаны именно армянами, а самым богатым районом на Пинанге считался Лебух Арменин. К тому же первый на Пинанге отель был построен армянскими братьями-коммерсантами Саркис, Тиграном, Оветом, Аршаком и Мартином. И назван Иэндоу. Вот уже несколько столетий он здесь расположен, имеет музей его основателей, братьев Саркис. А за эти годы в отеле останавливались в том числе самые известные фигуры Чарли Чаплин, Рейдьерд Киплинг, Сомерсет Моэм, Герман Гессе и многие-многие другие. Кстати, армян на Пинанге помнят и всегда им рады. Привет! Добро пожаловать в Пинанг. Меня зовут Клемент Лянг. Я историк. И в сфере моих интересов прошлое армян на Пинанге. Все то, что они здесь оставили после себя, Армянская улица, старейший армянский отель и много всякого интересного из прошлого. И вообще я интересуюсь армянами, потому что у них очень интересная история. Кстати, как вы заметили, я сейчас стою именно на Армянской улице. Давным-давно большая часть армян Пинанга населяла ее. Я бы очень хотел надеяться, что вы приедете в Пинанг и восполните этот пробел. Вы великий народ, Апинанг и ваш остров. Мы ждем вас. Теми же братьями Саркис был построен и отель Рафлс в Сингапуре. И на то время это был единственный отель для привилегированных особ. Он и сейчас есть в Сингапуре и находится в одноименном районе города, недалеко от центральной улицы Армениан-стрит, тоже с армянскими строениями и, разумеется, храмом. Куда же без него? А когда Сингапур стал мегаполисом, архитектор Ричард Тингирян возвел здесь одну из визитных карточек города, небоскреб The Sail Marina Bay. Он красуется среди других исполинов на берегу Сингапурского залива. Кстати, работе Тингиряна принадлежит Кингдом-центр в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди, финансовый центр в столице Катара Дохи, университет Сабаха-Салем в Кувейте. Но возвращаясь к Сингапуру, добавлю, что сингапурская газета The Stride Time, вышедшая в свет в 1845 году и сегодня являющаяся крупнейшей по тиражу газетой в Юго-Восточной Азии, была основана армянином Хачиком Мовсесом и Мартиросом Абкаром. Был такой рыцарь Хачик Полчатер, полным имя которого по гос. Хачату. Его заслуга в том, что он не только открыл миру Дарджелинг, горный курорт между Непалом и Бутаном, оснастив Дарджелинг отелями и спортивными зонами для горного отдыха. Ну и являлся самым по себе человеком, который зажег Гонконг. В прямом смысле зажег. Хачик Полчатер был крупным бизнесменом и юристом, обладателем британского рыцарского ордена. Одно время был и главным прокурором Гонконга. Именно он на свои деньги провел электрификацию Гонконга в начале 20 века. Сегодня его имя носит одно из улиц Гонконга. Но мы не об именах армянских, а об армениях на карте мира. Если мне придется говорить и об именах постоянно армянских по всему свету, то, поверьте, получился бы целый сериал. Возвращаясь к Евразии, напомню, что в этой части света имеются десятки городов и селений, основанных армянами. И это кроме территории современной Армении, Ирана и Турции. В этих странах имеются части той самой исторической Армении. К примеру, в России это города Армавир в Краснодарском крае, Буденовск в Ставропольском крае, Нахичевань-на-Дону в Ростовской области и считающейся ныне частью города Ростова-на-Дону. Северный город Норильск в Красноярском крае отстроили в 1931 году два известных армянских архитектора Микаэл Мазманян и Геворг Кочар. На Украине это город Армянск в Крыму и ряд городов Украины, улицы которых называются Верменскими, Армянскими. Во Львове, Ивано-Франковске, Трусковце. В Молдавии армянами основан город Григуриополь в 1792 году. Также находится на территории непризнанного государства этот город, Приднестровье. В Румынии в 16 веке армянами основан город Арминополис. Нынче этот город Герла на севере страны. Также именами Армении и ее представителей названы десятки населенных пунктов и улиц Франции, Австрии, Болгарии, Польши, Кипра, Греции, Сирии, Ливана, Иордании. А в Израиле, в Иерусалиме один из четырех кварталов города назван армянским. Напомню, Иерусалим состоит из иудейского, христианского, мусульманского и армянского кварталов. Или, к примеру, итальянский остров близ Венеции Сан-Ладзеро-дели-Армении, где расположена одна из старейших библиотек рукописей Европы армянского католического ордена хитаристов. В 1816 году на острове остановился лорд Байрон, который изучал армянский язык и с его помощью был разработан первый армяно-английский словарь. Комната, где жил Байрон, сейчас используется как его музей. Кстати, когда побываете в Австрии, в Вене, можете прогуляться по улице Мехитаристенгассе. И это не в честь футболиста Мехитаряна. На улице расположен собор армянского католического ордена хитаристов. А в нем, внимание, огромная нумизматическая коллекция 10 тысяч армянских монет и 20 тысяч монет других стран. Керамика, ковры и другие предметы армянского производства. Ценные картины там армянских художников, среди которых, кстати, говорят, что одна картина, один подлинник Ивана Эвазовского. Там же в этой библиотеке насчитывается 2800 армянских рукописей и более чем 170 тысяч томов древних и современных армянских печатных работ. А еще в Вене есть старейшее в городе кафе, названное в честь Аванеса Диодата, первого человека, познакомившего европейцев с кофейным напитком. Можно продолжать и продолжать. По Евразии масса всего армянского, только получится действительно сериал. А мы вкратце рассматриваем, и к тому же я берегу здоровье нашего восточного соседа, который, уверен, сейчас грызет ногти. Пожелаю ему приятного аппетита и перенесемся на американский континент. Думаю, никого не удивит то, что в США и Канаде, в государствах состоящих в основном из переселенцев, масса городов и улиц названы топонимами всех концов света. Здесь можно встретить и Санкт-Петербург, и Одессу, и Париж, и Копенгаген, и Армении здесь несколько, особенно в Калифорнии. Я бы даже сказал, что в США и Канаде можно встретить всяко разные топонимы, корни которых находятся далеко за пределами Северной Америки. Но не скажу, потому что Азербайджана там точно нет. И как можно было забыть такое древнее государство? Уба просто не приложу. Страны Центральной Америки, Сальвадор, Гондурас и Белис, также имеют города с названием Армения. И неспроста в 1920 году президент Сальвадора Хорхе Мелендес находился с визитом в Соединенных Штатах Америки. Во время встречи с американским коллегой Вудро Вильсоном, Мелендес узнал о сотнях армянских беженцев из Турции, которые в это время находились в американском порту и ожидали распределения по местам дальнейшего жительства. Несколько армянских семей, которые были доставлены из Балтимора, в это время находились в Вашингтоне. Мелендес пожелал встретиться с ними. И во время аудиенции с армянами президент Сальвадора убедил некоторых из них перебраться в Сальвадор. То самое место, где сейчас вот это маленькое государство Сальвадор. Президент Сальвадор убедил некоторых из них перебраться в Сальвадор, где им будут отведены все условия для жизни. Пять семей согласились. Буквально через месяц приглашенные президентом армяне были уже в Сальвадоре. Мелендес сдержал слово. Все переселенцы были размещены в плодородном местечке Гуаймоко, населенным индейским племенем Пипилов. Чтобы армяне чувствовали себя как дома, Мелендес переименовал Гуаймоко в Армению. Новые армянские поселенцы стали выращивать в Армении кукурузу и виноград. Примечательно, что к 1970 году в Сальвадорской Армении не осталось ни одного армянина. Последний из Мелендесских поселенцев скончался в 1971 году. А потомки остальных либо были ассимилированы далее, либо покинули деревню, перебрались в соседние государства. Например, тот же Белис и Гондурас, где также имеются вот эти вот топонимы Армения. В эти же 70-е годы в Сальвадоре началась гражданская война. Многие жители Армении бежали кто куда, к югу от Тегуси-Гальпы. Беженцы из Сальвадорской Армении снова основали уже второе поселение с названием Армения, назвали в честь городка того самого Армении в Сальвадоре. В настоящее время в Сальвадорской Армении проживает почти 35 тысяч жителей, большинство из которых метисы, белые и индейцы. В Белисской Армении чуть более тысячи человек. И тоже из смешанных рас. Не мешало бы заглянуть и в Южную Америку, в Колумбию, где расположен один из крупных городов этой страны Армению. Кстати, в этом городе маленькая армянская община, всего-навсего около 30 человек. В Латинской Америке есть еще площади Армения, например, в столице Аргентины Буэнос-Айресе и в уругвайской столице Монтовидео. А в Бразилии, в городе Сао-Паоло, станция метро названа Армения. Если некто еще не лопнул от зависти к народу-созидателю, то могу рассказывать о населенных пунктах Армения на Африканском континенте, в Эфиопии и Эритреи, например, и о реке Аракс в королевстве с Вазилием. Можем и в космос заглянуть, и там увидеть кратер Луны, который носит имя румынского ученого-астронома-армянина Спиру Харета. Один из венцов планеты Венера носит имя армянской богини Анаид. Также в космосе имеются небесные тела, названные Арменией. Арменией, Амбарцумяном, Арагацем и прочим. Теперь вернемся снова на Землю, и в заключение хочу сказать злопыхателям следующее. Планета полна армениями и именами армян. И не потому, что они талантливее вас, хотя и это тоже. Все дело в том, что армяне на этой планете давно живут, а такие, как вы, приходят и уходят. Поэтому ваша антиармянская истерия в арабских СМИ не удалась. Когда армяне торговали с арабами в своем регионе, ваши предки шкуры овец обменивали на войлок с монголами в своем там регионе, сибирском. И более того, когда еще предками ваших, их шатрами не пахло в нашем регионе, были даже армяне-визири в арабском халифате. Самые известные из них, вот, например, Али ибн Яхья аль-Армани, губернатор Египта, это 9 век. Вы можете сами проверить и в исламской энциклопедии в том числе. Далее, Бахрам аль-Армани, визир фатимитского Египта. Также можете это самостоятельно проверить. А первый премьер-министр, кстати говоря, Египта в конце 19 века, Нубар Паша, тоже армянин. И, кстати говоря, еще это уже к арабам не относится. Известный русский поэт Федор Тютчев родился на армянском переулке в Москве, который сейчас также называется. Так что будьте начитанными, как все нормальные оседлые люди. Все-таки уже 21 век на носу, а вы все своему юзбаши доверяете. Увидимся. До свидания.